Пенсионерка Валентина Яшина уже 22 года старшая по 23 дому на Советской Армии. Внимательно следит за ремонтом своего двора, который проводится по программе формирования комфортной городской среды. Глава города Елена Лапушкина оценила ход работ и пообщалась с жителями трех домов, выходящих во двор. Мы включили три дома, пятый дом, седьмой дом и нас. Все у нас составлено, все было посчитано, у нас 75 листков документов, каждый листочек подписывал, все это сделано, все учтено. И вот мы попали в эту комфортную среду. Подрядчики работают очень хорошо, без 15,8 они уже здесь и до 8 часов работают. Лапушкиной спасибо, что она вот в свое, в нерабочее время она объезжает все дворы, со всеми разговаривает. Во дворе ремонтируют две площадки, детскую и спортивную, на которой установят теннисный стол. Рабочие положат новый асфальт, безопасное резиновое покрытие и обнесут площадку четырехметровым ограждением. Глава города особое внимание уделила участку дороги вдоль седьмого дома по улице Корякина. Его расширяют для строительства парковки. Подрядчики обещают разобраться с освещением участка, где как раз и будет новый проезд, и провести опиловку старых деревьев. Во дворе на улице Советской армии 181 рабочие на детской площадке монтируют безопасное покрытие. На территории уже установлены фонари. Мусорные контейнеры обнесены специальным ограждением, которое не позволяет распространяться неприятному запаху. Ведется отдельная сортировка пластиковых бутылок. Парковка находится на обратной стороне дома. Во дворе малыши могут гулять, не опасаясь машин. Для этого сразу делали без ограждения. Вы же видите, у меня все газоны. На газонах стоят конструкции металлические. Это делали мы, специально, конечно. Потому что люди разные. Жить в этом дворе приходится по-разному. Но в основном к нашим правилам, кто уже привык, все довольны и счастливы. Основная претензия Елены Лапушкиной к этой территории – полуразрушенные бордюры. А кто сломал бордюры здесь? Ну, здесь технику, мы их восстановим. Восстанавливайте, да. Подрядчики обещают закончить ремонт не позднее 25 августа. Поэтому наша инициатива, если реализуется, мы просто счастливы. На самом деле, и жители нас очень довольны. На самом деле, ждут эту площадку очень-очень даже детки наши. Спасибо. Любую инициативу. Любую инициативу. Но мы поддерживаем. Не отсиживаться дома. Не отсиживаться дома. 15-му дому на Запорожской, где проводится ремонт двора, уже четверть века. Местные жители сетуют на узкий проезд, по которому невозможно проехать автомобилем пожарной и скорой помощи. Когда узнали о программе, сразу подали заявление для участия в благоустройстве своего двора. Мечтают о спортивной площадке, на которой можно будет играть в футбол. Глава города отметила, для этого нужны высокие ограждения. Владимир Владимирович, вы по практике увидите, что у вас будут жаловаться жильцы по поводу того, что мяч вылетает с площадки. У вас будет мяч перелетать и сюда. Уж извините, сразу расскажу, и на тех, кто у вас в теннис играет. Если что, в следующем году, значит, надо будет наращивать. Это же футбол. В скором времени во двор завезут безопасное покрытие для детской площадки. Территорию огородят небольшим забором. Сейчас нужно убрать заросли и поменять старые скамейки около подъезда. Елена Лапушкина выслушала пожелания жителей. Хорошо. Хорошо. Кто же ждете? Ну, 1 сентября, все, говорят, ленту приезжают. Вы желали во всех дворах так жить. Не во всех дворах такая активность, к сожалению. Вот там, где проявили активность, где есть такие старшие по дому, там... Да, да. Да, с мертвой точки все сдвигается, работы ведутся. За помощью главе города обратилась активистка дома на Печорской, 154, Юлия. Вместе с соседями она мечтает преобразить свой двор. Вместо старой детской площадки теперь там разруха, а после сноса гаражей остался мусор. Мэр осмотрела территорию и поручила главе советского района Вадиму Бородину разобраться с проблемой. Когда дорожники заберут все свои стройматериалы, заходите сюда, выравнивайте просто. Вот чистую выравнивайте и засыпайте асфальт крошкой пока. Пусть люди хотя бы паркуются. Важно желание и инициатива. Вы одним домом можете заявить эту территорию в благоустройство, сдать документы в район. Вы можете участвовать в программе «Комфортная городская среда». Вы можете участвовать в программе «Содействие». Работы на всех объектах должны завершиться этой осенью. Напомним, всего Самаре благоустроят 40 дворов по программе формирования комфортной городской среды. В приемке работ застройщикам предстоит устранить все замечания. Валерия Куценко, Константин Головин. События. Продолжение следует...